Да, добрый день. Я приветствую вас всех в Сочи на Международном медицинском форуме «Сочи-2016». Сессия наша одна из открывающих. Погода на улице плохая. Начнёт улучшаться по мере нашей загруженности. В тот момент, когда мы будем загружены максимально, погода будет самая хорошая. Когда мы освободимся, несомненно, пойдёт дождь. Это практически всегда в Сочи. Если кто в первый раз, эта закономерность работает здесь постоянно. Поскольку мы опоздали с началом сессии, минут на 15, вполне вероятно, что у нас в зале где-то есть кандидат в президенты, а может быть и нет. Посмотрим. Я Дмитрий Бутрин, заместитель шеф-редактора издательского дома «Коммерсант». Разговаривать мы будем про экспортный потенциал регионов. Сессия наша посвящена в основном инструментам поддержки экспорта и региональном треке. У нас очень плотная из-за количества участников повестка. Больше пяти минут я, по всей видимости, не дам разговаривать никому, а сам свои пять минут, которые мне предназначены в начале и последний момент сессии, использовать не буду, а использовать его буду для совсем других целей. Смотрите, стандартно, почему форум в Сочи обычно проводится в конце сентября. Это очень простая история. Сначала, где-то в районе июня, правительство принимает какие-то общие решения по тому, как мы будем строить текущую жизнь до конца года. В течение лета все занимаются примерно этим. Все кажется общеизвестным, все кажется установленным и так далее. Потом в сентябре принимаются решения, в ходе которых выясняется, что все совсем не так, как предполагалось раньше. Там, кстати, концепция чуть-чуть меняется. Сочи – это отличное место для того, чтобы выяснить, что, собственно, поменялось, поменялось ли что-нибудь. Ситуация с инфраструктурой поддержки экспорта, в том числе в регионах, насколько я понимаю, немножко поменялась как раз в сентябре, буквально на днях. Искодно в течение нескольких лет мы прекрасно знаем, что все регионы занимались программами поддержки экспорта не один и не два года. Я знаю регионы, которые этим занимались 25 лет в разные концепции с переменным успехом. И поэтому, естественным образом, государство никак не регулировало разнообразие механизмов поддержки экспорта. В каждой регионе были свои избранные рецепты, каким образом мы будем работать с потенциальными реальными экспортерами. Я бы попросил людей из правительства, которые здесь присутствуют, и людей, имеющих отношение ко всему этому делу, очень коротко, в течение 30 секунд, рассказать нам, не изменилось ли что-нибудь за последние несколько недель. Насколько я понимаю, что-то поменялось. Я бы попросил Дениса Мантерова рассказать, что в этой сфере происходит и происходило в последние недели. Дмитрий, спасибо большое за, во-первых, приглашение принять участие в нашей панели дискуссии, но за 30 секунд я вряд ли уложусь... Не уложусь, мы потом им дадим больше. Да, давай ответ. Это, знаете, вот за 30 секунд я смогу сказать только да или нет. Значит, не изменилось за неделю ничего, раз, но должно измениться чуть позже. Это два. Вот мои 30 секунд. Тогда расскажите, что... А если дадите больше времени, то я, конечно, более подробно готов рассказать, что... Хорошо, надо или нет. Создан ли предполагатель создание общефедерального стандарта региональной системы поддержки экспорта? Вы знаете, перед тем, как мы с вами перейдем к дискуссии относительно экспорта потенциала регионов, так называется наша панель, и ровно к раскрытию вашего вопроса, нужно поговорить о том, какой все-таки есть промышленный потенциал, и не только промышленный. Мы же говорим об экспорте в целом, это и продукция индустриального происхождения, это и услуги. Поэтому в комплексе нужно смотреть по каждому региону, что нужно создать для того, чтобы потом это можно было продавать. И первоначально я бы ставил именно таким образом вопрос. Создать нужно потенциал, и потом правильно его продвигать на внешние периметры. Ну, хорошо, у вас будет там время для выступления по этому поводу. Алексей Лихачев, Минэкономики, был ли что-нибудь или нет за последние там несколько недель в том, что я занимаюсь новостями. Дмитрий Минэкономик, что вы что-то такое знаете, чего не знаем мы, вы так нагнетаете информационное пространство в этом зале. Очень коротко, кое-что изменилось. Мне кажется, что впервые правительство внятно поговорило, что называется, в персоналиях, о нарезке ответственности, я подчеркиваю, ни полномочий, ни денег в бюджете, это вот пока не тема сегодняшняя, а именно ответственности за огромное понятие поддержки экспорта. Оно межотраслевое. Есть конкретные проекты и продукты, которые надо сделать, довести, продать и обслужить. Об этом Денис Валентинович правильно говорит. Есть среда, которая способствует всему этому процессу. И института развития, и законодательная база, и международные соглашения. И есть регионы, где, собственно, и производится та продукция, и начинается долгий путь. Но я сразу хочу оговориться, что я не поддерживаю идею регионального стандарта, как таковую. Работу с регионами, конечно, да, она в приоритете, и губернаторы здесь об этом скажут. Но вот буквально 10 секунд, чтобы мою точку зрения проиллюстрировать. Наверное, многие коллеги знают так называемые стандарты региональным, связанным с развитием конкуренции. Значит, приняли его в прошлом году, значит, подвели плотные итоги, опубликовали результаты, и, честно говоря, так посчитали, прослезились. Почему? Потому что это стандарт, на самом деле, не стандарт конкурентной среды, а стандарт действий губернатора и правительства. Это очень тонкая грань, когда мы оцениваем количество действий, а не их результат. Поэтому нужно быть очень аккуратно с KPI губернаторов, со стандартами, и говорить, конечно же, имея в виду ещё очень сложную систему счёта экспорта, экспортеров. Это связано с огромным количеством юридических и статистических аспектов. Спасибо. Российский экспортный центр. Пётр Фротков. Ваши новости за последние несколько недель есть, нет? Мои новости, или наши, скажем, новости, они полностью, наверное, лежат в плоскости той же информационной, скажем, что и коллег, которые выступали, Денис Рудичевич, Алексей Евгеньевич, потому что мы работаем вместе и, по сути, ассоциируем себя с всеми теми программами, которые правительство реализовывает, с одной стороны. С другой стороны, для меня была такая, можно сказать, персональная такая больше важная отметка, которую я прошёл, что всё-таки та инициатива, которая некоторое время назад была озвучена по созданию российского экспортного центра как единого окна, она, по сути, наконец свою рамку нашла. То есть мы реально понимаем, что российский экспортный центр это некая факультативная задача, которую мы должны решать правительство и, соответственно, должны содействовать решению губернатора у себя в регионах, а это, в общем, совершенно чёткая, понятная программа по формированию экспортно-ориентированной экономики. И вот для меня это было очень важно, что мы работаем не впустую с точки зрения не результата, а хотя бы наполнения нашей работы, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем чёткий образ, наверное, уже лучше понимаем образ результата. Ну вот, это коротко, да, там, я думаю, что все поняли, что изменения всё-таки есть, но о них не хотят рассказывать. О них, по всей видимости, придётся рассказывать Максиму Акимову, первому заместителю руководителя аппарата правительства, который в этом смысле знает, наверное, всё, потому что он этим в том числе занимался, это готовил и так далее. Максим, у вас пять минут, соответственно, можно чуть больше, да, там, в зависимости от... Это очень роскошный бюджет. Ну, во-первых, я... Ну, нету, ну, что делать? Очень рад, очень рад, что у нас такое замечательное собрание, очень представительное. Я думал, что с нами будут конкурировать сессии, как получить бюджетный кредит вне очереди, или как тонкости получения межбюджетных трансфертов. А здесь такое представительное собрание. Это очень хороший знак, на самом деле. А может быть, он не от хорошей жизни, от того, что мы понимаем, что возможности внутреннего рынка, по крайней мере, в тех вариантах прогноза, на основании которых мы будем сейчас верстать очередной трёхлетний бюджет, выглядит, может быть, не так оптимистично, как нам бы хотелось. И хотя и с мировой торговлей тоже, как вы все знаете, не так всё гладко, как несколько лет назад, тем не менее, можно смело говорить, что экспорт – это почти наше всё. Это мощный источник спроса для национальных производителей. Первое, что надо, мне кажется, понять, и, в общем, это, наверное, миссия, в том числе и РЭЦа, которой мы плотно занимались последние несколько лет, – это внедрить такое понимание, что за границами, таможенными границами Российской Федерации ничего страшного нет. Что если наш производитель выжил в нашей среде, то он выживет и на, в общем, на большом рынке. Для этого, правда, нужно многому научиться, это действительно так. И для этого нужно многое поправить. Одна из таких вещей, без сомнения, – это логистика. Мы чувствуем, что у нас там совершенно очевидный провал, потому что если у нас есть некоторые проблемы с логистикой, связанной с поставкой коммодитис, то, что касается продукции штучной или небольших экспортных партий, пилотного выхода на экспортный рынок, здесь мы не готовы представить розничного, связанного и дешевого продукта. И одна из идей, которые есть, которые на сегодняшний день обсуждаются, даже если придется создание таких продуктов, субсидировать в среднесрочной перспективе, все равно это надо делать, потому что если вы не можете вместо 10 или 15 тысяч тонн отправить по лету, значит, вы по конкурентно способной цене, в принципе, все можно отправить, значит, вы, в общем, для вас этот рынок закрыт. Понятно, что следующее большое направление – это представительство России на электронных торговых площадках. Это две взаимосвязанные, на самом деле, темы. Если вы посмотрите на итальянский или французский павильон на Алибабе, вы увидите, что, конечно, там маячат глобальные бренды, которые, ну, квази-итальянские, так скажем, но на самом деле там огромное количество локальных производителей, местных производителей, о которых мало кто слышал, и которые с удовольствием на этот рынок, естественно, один из самых крупных рынков в мире, идут. И наша задача – создать такие же условия для нашего национального производителя, чтобы и с точки зрения попадания на эту площадку, прохождения процедур оценки потенциала рынка, регистрации на этой торговой площадке, и еще раз хочу вернуться к этой теме, до поставки от ворот до ворот, или поставки не на электронные, а как бы в офлайновый ритейл, чтобы эти процедуры, в общем, были отработаны до автоматизма. Следующая большая проблема – это, конечно, брендирование России как страны происхождения товара, но, наверное, коллеги более компетентные, наверное, которые больше в этом плане вложили в это душевных сил и усилий, чем ваш покорный слуга, но и нам об этом более компетентно расскажем. Но еще раз хочу сказать, одна из главных наших задач – это найти компании, которые пока еще сами себя не чувствуют и не чувствуют в себе этот потенциал. Это компания сегмента, к которому мы относим к среднему бизнесу. И задача, одна из задач РЭЦа, я извиняюсь, что хлеб у Петра Михайловича отбираю, сейчас он об этом тоже подробно скажет, с точки зрения постановки задач – вселить уверенность в том, что если производимая продукция действительно обладает экспортным потенциалом, никаких проблем ни с таможенной очисткой, ни с логистикой, ни с сертификационной поддержкой, ни с регистрацией прав, ни с другими компонентами выхода на внешний рынок никаких проблем не будет. И понятно, что до определенного размера, до определенного предела государство в лице РЭЦа будет брать эти проблемы на себя. Ну, и, в общем, экспортный потенциал регионов, а у нас другого потенциала в общем стране нет, потому что страна состоит из регионов, поэтому это относится ко всем нам. Я уверен, что нас на этом пути ждет большой успех. Есть рынки, где нас ждут. Например, потребительский рынок Азиатско-Тихианского региона – это точно место, где растет большой новый средний класс. Если мы себя правильно позиционируем, по определенным нишам товаров, понятно, что нам крайне будет сложно конкурировать на рынке электроники, да, может, и не надо этого делать. Не знаю, может, министр промышленности меня и не поддержит в этом. Но, наверное, какие-то ниши или сегменты для нас действительно в какое-то время будут закрыты. Но то, что мы на этом рынке можем прорываться, и нам есть чем прорываться с российским товаром, с российской продукцией, это абсолютно точно. Ну вот, пожалуй, все. Спасибо большое. У нас будет посреди сессии возможность задавать вопросы. Очень коротенько. Я просил их готовить, да, там, буквально через полчаса. Пока же… На самом деле у нас, конечно, нет сейчас до сих пор утвержденного единого протокола, единого стандарта поддержки регионального экспорта, но единый институт, судя по тому, что, говорит Петр Фродков, поддержки экспорта у нас, универсальный институт создается, да, там, КЭТИ, и давайте про принцип одного окна, когда его увидят в регионах, когда там оно действительно будет одно, или, по крайней мере, сколько сейчас, 86? 86 окон – это нормальный дом. Расскажите. Спасибо большое. Правда, такой вот правильный, что называется, вопрос, потому что 86 окон формально может быть, они все могут быть едиными, но ему будет достаточно тяжело, наверное, все-таки пользоваться в таком масштабах всей страны. Конечно, когда российский экспортный центр создавался, и мы прекрасно поняли, что нам надо идти в регионы, нам нужно работать с регионами, мы поняли, что те экспортные приоритеты, которые, в общем, мы сами себе формулируем, должны соотноситься с приоритетами развития конкретных регионов, то есть вот эти вот цели, вот мы сейчас говорим, там, приоритизация, там, отраслевая, приоритизация региональная – это все отлично, скажем, СНГ, Юго-Восточная Азия, отраслевая приоритизация, вот уже Денис Путинович говорил. Но, мне кажется, на уровне регионов нам нужно тоже по каждому конкретному направлению, по каждому конкретному региону иметь эту карту, карту целей региона по развитию своей экспортной деятельности. Потому что еще буквально несколько лет назад, ну, прямо скажем, наверное, очень мало регионов, ну, немного регионов вообще тему экспорта из своего региона воспринимали как отдельную тематику. Это были, может быть, совсем промышленно-интенсивные регионы, скажем так, исторические, которые такими стали, и все. Сейчас же мы видим, что регионы постепенно подключаются к этой работе, и вот мы пытаемся идти, как говорится, двумя путями. С одной стороны, формируем вот эту вот, если хотите, матричную компетенцию, то, что зачем регионам, грубо говоря, толкаться на внешнем рынке, зачем перебивать себя, зачем эти региональные бренды, что называется, смешивать, потому что они объективно есть. Есть свой региональный бренд у Тульской области, есть свой региональный бренд у Владимирской области, и эти бренды известны за рубежом. Но нам, мне кажется, очень правильно вот их, что называется, правильно позиционировать на внешнем рынке, с одной стороны. С другой стороны, вот здесь важна очень специализация, в том числе и отраслевая, потому что, конечно, проще конкурировать с внешними нашими контрагентами, если мы концентрируемся на чем-то более конкретном, понятном, и то, чем регион, собственно, силен, и чем он может завоевать внешний рынок. При этом, конечно, важен вопрос на региональном уровне, как дойти до экспортера. Мы пошли разными путями. С одной стороны, мы формируем вместе с центрами поддержки экспорта в регионах свои такие совместные, что называется, структуры, которые нам подотчетны полностью, через которые мы доводим какие-то внебюджетные источники средства до экспортеров. И здесь, в частности, таких у нас уже пилотных регионов около 14, здесь, в частности, присутствующие Владимирская область, Тульская область. С коллегами мы до конца дня сегодня подпишем с Вологодской областью, с Ленинградской областью. У нас все это есть. Но это, опять-таки, не рамочное соглашение, а совершенно конкретное соглашение с планом действий и с теми ресурсами, которые мы, с одной стороны, а с другой стороны, регион предметно должен лоцировать для того, чтобы какую-то экспортную деятельность поддерживать. С другой стороны, мы, Денис Владимирович об этом, если позволите, я об этом скажу, мы пошли тоже по очень такому для нас важному направлению. Мы на базе территориальных органов управления территориальных Минпромторга создаем свои уже точки присутствия, совместно с Минпромторгом, где от имени Минпромторга как агент правительства будем заниматься выдачей экспортных лицензий, с другой стороны, будем поддерживать экспортеров. Это тоже перечень регионов есть. Буквально сейчас начинают работать в таком пилотном режиме. Такие точки в Хабаровске, в Екатеринбурге, в Ростове-на-Дону, до конца октября присоединятся Нижний Новгород, Воронеж, некоторые другие регионы. Это вторая, как бы наша такая, второй трек. Третий трек по работе с регионами, это образовательный так называемый проект. Мы поняли, чтобы вовлечь в экспортную деятельность, опять-таки не имея пока образа результатов, что обязательно экспортер должен поставить продукцию. Надо стать экспортером, как сказал Максим Алексеевич, это самое сложное оказалось. Надо стать экспортером. Для этого надо понимать, что такое экспорт, зачем он вообще для компании, и что нужно делать для того, чтобы этим экспортером стать, чтобы формировать свой бизнес-план, исходя из возможностей внешних рынков. И мы подготовили такой образовательный проект. Мы его подготовили тоже в пилотных 13 регионах. Буквально за несколько месяцев мы обучили совместно около 500 человек, представителей инфраструктуры этих регионов в таком режиме. очном, что называется. Где-то полутора тысяч человек в заочном режиме, все эти возможности есть. На 2017 год у нас пилотный проект уже будет расширен. Мы туда включим 30 регионов. Это очень такая каждодневная работа. И последнее, наверное, чем я хотел бы закончить. Понятно, можно много очень говорить. То, что мы видим, понятно, сейчас объективно объемы экспорта немножко падают в силу разных конъюнктурных вопросов, правда, снижения тампы международной торговли. Но растут достаточно интересные направления, которые, скажем, тоже продовольствия. У нас в абсолютном, там, посмотрите, если за 7 месяцев этого года продовольствие, в целом основном выражении экспорт вырос. И самое интересное, что в этом росте задействованы не только регионы, традиционно сельхозпроизводящие, а именно в части своего экспорта. Сколько регионы, может быть, которые всегда были известны экспортом машинотехнической продукции. Вот, например, тоже пример Тульской области. Сергей Иванович здесь находится, мы с ним это обсуждали. Там, скажем, Тульская область была по размеру 22-й экспортер на конец 2015 года по российским меркам. Сейчас стал 20-й. А одним из основных направлений роста экспорта стала, в том числе, машинотехническая продукция, продукция промышленного комплекса, чем область известна, но и в том числе тоже рост продовольствия. И вот это немножко такое изменение клише, что ли, тоже, мне кажется, очень важным направлением, и говорит о том, что как-то этот средний уровень компаний, которые раньше не были задействованы в процессе экспорта, в общем, начинают всё больше и больше доминировать. Это, я вижу, основной задачей российского экспортного центра, имея в виду, конечно, тот набор инструментов совершенно конкретных, практических по финансовой и не финансовой поддержке, который мы совместно с коллегами из правительства, из министерства создали. Да, спасибо большое. Я хочу обратить внимание всех выступающих, что мы говорим о рутинных, в общем-то, вещах. Тем не менее, с точки зрения экономического историка, тема нашей сегодняшней сессии, это раскрытие потенциала какой-либо территории с точки зрения экспорта, всегда выглядит чрезвычайно неожиданно, и чрезвычайно выглядит как чудо. В 1947 году в послевоенной Италии абсолютно никто не мог предположить, что через 7 лет эта страна станет мировым законодательством с точки зрения промышленного дизайна. Практически весь мир, который мы сейчас видим, вокруг, да, там, примерно процентов на 70 придуман в эти годы в Северной Италии. В Южной Корее никто не знал, что это будет большой судостроитель или большой металлург. Были несколько людей, которые предполагали это сделать, да, там, говорит, но то, что Южная Корея будет большим экспортером в тяжелой промышленности, нет идей. Да, в Финляндии в десятых годах никто не понимал, да, там, говорит, что это будет один из столпов мирового машиностроения. Я бы попросил Дениса Мантрова в своем выступлении попробовать ответить на вопрос, что неожиданного из того, что сейчас не обсуждается, мы можем увидеть в экспорте России в течение следующих 50 лет. Чем будем удивлять? Вы знаете, удивлять ничем не надо, значит, нужно просто работать более системно. Если вы привели пример с Южной Кореи, ну, кто-то его считает положительным примером, где-то есть существенные минусы. Вы знаете, что на сегодняшний день в Корее обанкротилось уже три верфи. Значит, крупнейшие три верфи обанкротились. Почему? Потому что произошло перепроизводство в мире. Китай захватил часть рынка, где-то Япония потеряла. Значит, другие страны стали у себя тоже создавать производство мощности. Почему? Потому что уходит мир от того, продал-забыл. Каждая страна хочет формировать у себя добавленную стоимость. Здесь очень важно, вот я сейчас скажу относительно, скажем так, мировых тенденций, а потом вернусь на нашу российскую территорию. Здесь очень важно правильно следить за тенденциями и не создавать у себя перепроизводство, то, на которой продукция, которая, собственно, потом не будет востребована. Вот что сегодня происходит, например, на рынке минеральных удобрений. Просто азотные удобрения снизились на рекордную минимальную цену за 10 лет. Это говорит о чём? Говорит о том, что, с одной стороны, население растёт, конечно, кушать хочется, будут увеличиваться. И люди живут этим трендом, думают, что завтра у тебя эту продукцию купят. И всё новое и новое предприятие запускается, запускается, запускается. Взять это Персидский залив, значит, и это всё находится логистически комфортно прямо на территории морских портов. То есть ноль логистики. У нас же, например, предприятие находится где-то в центре России. То есть это нужно ещё довести транспортом, это нужно заложить. Всё стоимость, что нам пока помогает, стоимость газа, она явно ниже, чем у многих других стран. Так вот, теперь, переходя на территорию нашей страны, нам крайне важно координировать инструменты промышленной политики. И мы этим активно стали заниматься, когда поняли, что в каждом регионе есть тоже желание создать обязательно автомобильное производство. Но нет такого рынка автомобилей в стране, просто физически. И тем не менее, каждый регион мечтает создать у себя автомобильный кластер. Значит, каждый регион мечтает создать у себя электросталеплавильный завод. Но нет такого количества металлолома. Я вот спрашиваю там одного губернатора, он пришёл и говорит, слушай, хочу создать электрометаллургическое предприятие у себя. Я говорю, отлично, у тебя металлолом откуда? А я, говорит, у соседа возьму. Я говорю, такой, у соседа стоит, уже такой же завод, миллионник. Значит, ему нужно его тоже загружать. Поэтому мы основные сегодня усилия и акценты ставим на том, чтобы жить вместе с регионами, выстраивать единую промышленную политику. Тогда мы будем понимать, в каком регионе формируется какая компетенция. И усиливая эту компетенцию, продвигать её, естественно, на внешний периметр. За счёт каких инструментов? Во-первых, если говорим о том, что мы должны создавать конкурентоспособную продукцию, нужно развивать инструменты индустриальных парков. Сегодня и мы, и регионы чётко понимают. Значит, мы встроились совместно в эту систему, регистрируются новые индустриальные парки, выделяются государственные средства на то, чтобы компенсировать затраты регионам, мотивировать, а таким образом создавать производство, инфраструктуру для предприятий, облегчая таким образом формирование тех компетенций, о которых я сказал. Значит, дальше. Создание фондов развития промышленности. Значит, уже там в девяти регионах созданы свои фонды развития промышленности. Вот, в частности, вот у Алексея Дюмина уже есть. Значит, в Ярославской области, значит, у Дмитриевича тоже создан. Сейчас в других регионах тоже будет создаваться. Опять же, эти инструменты заточены на то, чтобы создавать экспортно ориентированную продукцию. Значит, возвращаясь к тому, что вы изначально меня спросили в части того, а всё-таки что происходит и куда мы двигаться будем дальше по поддержке экспорта. Я уже сказал, да, что мы должны уходить от простых решений, просто найти покупателя на внешнем периметре и поставить ему свою продукцию. Это будет очень сложно. Мы должны участвовать в создании индустриальных зон не только теперь на территории нашей страны, но и на территории зарубежных стран. Мы как раз вот в пилотном режиме сейчас отрабатываем проект с Египтом. Нам выделили огромный участок земли рядом с портом Саида, восточной её части, значит, на Суэцком канале. То есть ровно говорю о том, что ноль логистики должно быть, да, как на входе по комплектующим, так и на выходе по поставке уже в третьи страны. То, что мы Египет рассматриваем как региональный хаб. И таких региональных хабов должно быть несколько, куда наши предприятия должны идти. Значит, вот китайские наши коллеги сейчас идут таким же путём. Они также свои предприятия просто гуртом выводят в страны, создают, помогают им создавать промышленную инфраструктуру, для того, чтобы они там уже ассимилировались с местными предприятиями, с местными, соответственно, условиями, стандартами, которые предъявляются. И здесь наша функция государства, и что, собственно, мы и заложили в проекте, который рассматривался как раз вот на прошлой неделе у Дмитрия Анатольевича в части создания инструментов поддержки экспорта. Но это не просто компенсация процентных ставок по кредитам. Да, это один из инструментов, он востребован, и мы работаем в этом направлении с РЭЦом, и мы должны продолжать это делать. Но мы будем ставить акцент вот на таком системном, сложном продвижении нашей продукции с созданием добавленной стоимости уже на тех рынках за счёт индустриальных зон совместных. Приведу пример. Значит, мы подписали как Евразийский экономический союз с Вьетнамом соглашение о зоне свободной торговли. Для чего? Для того, чтобы, с одной стороны, помочь нашим предприятиям продвигать свою продукцию туда, и, представляете, на что вышли. Мне вьетнамцы, вот Алексей Евгеньевич присутствовал на всех этих переговорах, значит, и Вероника Олеговна, значит, спрашивают, слушайте, а чего вы бьётесь за компанией Рено? Казалось бы, вы российский министр, а бьётесь за Рено. Я коллегам пытался объяснить, Рено приняло решение для себя, что на площадке Автофрамоса в Москве локализовывает 100% Рено Дастер и последующая модификация, для того, чтобы поставлять уже с московской площадки в Вьетнам машинокомплекты. И это нормально. То есть мы таким образом создаём уже целую конгломерацию вместе с другими странами и с другими глобальными, так сказать, игроками. И что ещё хотел добавить? Конечно, важны бизнес-миссии. Мы часто встречаемся, конечно, со своими коллегами, там, министрами промышленности, торговли других стран. Это на федеральном уровне заканчивается, конечно, какими-то соглашениями, стимулирующими, так сказать, для этого инструментами, но очень важно развивать межрегиональные связи. Вот к нам на Иннопром, например, приезжало три губернатора из Индии, крупнейшие штаты Индии, там в общей сложности 200 миллионов населения по трём штатам. Мы договорились в начале октября провести бизнес-миссии в регионах, конкретно в Индии, значит, с участием наших предприятий, с участием наших губернаторов. Для чего? Для того, чтобы руководитель региона был заинтересован в продвижении своих предприятий и выстраивал контакты с местными губернаторами в Индии, для того, чтобы там, соответственно, были совместные предприятия, совместное производство. И, естественно, индийский бизнес приходил в Россию. То есть это сложный такой механизм, который мы планируем реализовывать. И, в первую очередь, я понимаю, что я уже перебрал, может быть, лимит, но потом вы уже мне времени дадите, значит, и хотел закончить следующим. Наверное, это всем будет интересно. Мы в правительство вышли с инициативой сделать акцент на четырёх основных направлениях. Первое. Это автопром, трансмаш, сельхоз, машиностроение. И гражданская авиация, включая самолёты, гражданские вертолёты. Это не исключает другие отрасли промышленности. Энергомаш, нефтегазмаш и так далее. Но они более отсязаемые, более считабельными и понятны для нас, на какие рынки вводить и как эти компетенции, создаваемые в России, можно использовать для формирования экспортного потенциала. Но коротко, значит, постарался лаконично рассказать об основных акцентах. Естественно, на эту тему можно говорить очень долго, но дам, возможно, другим коллегам также выступить на эту тему. Да, ну, по крайней мере, четыре отрасли мы получили. И на самом деле, это достаточно серьёзно. Отчасти вы рассказали то, о чём я хотел спрашивать у Алексея Лихачёва из Минэкономики. Это совершенно нормально, все работают за всех. Вопрос мой очень простой. Мы работаем за себя, за страну. Хорошо. И с Алексеем Евгеньевичем вместе. Любое раскрытие экспортного потенциала любой территории, это помимо того, что это административный процесс, это ещё и культурное явление. Всякий раз, когда где-то начинают покупать русские товары в массовом количестве, мы говорим о моде на русское. В XIX веке, кстати, русские это прекрасно знали. Возникала мода на русские товары в Европе, возникали мода на русские товары в Японии в отдельном сегменте. Правительство умеет делать моду? Мода раскладывается на административный процесс. Или это всё-таки дело удачи, дело случая, дело вдохновения? Вы умеете? Такой философский вопрос. Мне кажется, всё-таки моду делает не правительство, а люди. Вот тот самый бизнес, поставщики или потребители. Но я, на счастье, тоже Денису Валентиновичу дополню. В ответ на первый вопрос, который Вы задавали, и уже перейду к Вашему. Вот нам не надо посыпать голову пеплом, говорить, вот были такие примеры, итальянцы там достигли прогресса, бразильцы здесь. У нас немало своих примеров. Вот те, кто постарше моего возраста, могут вполне меня, мне кажется, поддержать. Что 90-е годы, очередь за китайской тушёнкой, сухая лапша, как деликатес из этой великой поднебесной страны. Вот кто мог в те годы представить, что мы станем нектоэкспортером продуктов питания в Китай? У нас 30% роста физики экспорта, более 50% только в Китайскую Народную Республику. И что в Китае, Дмитрий, вот абсолютно с Вами согласен, есть мода на российские продукты. И огромная территория, там где-то около 700 миллионов человек живёт северо-северо-запад Китая, относится к России, потому что я сейчас прошу прощения за банальность, как большинство населения России в 90-е к Франции. Это культурная, гастрономическая и другая такая европейская столица. Один пример. Другой пример. Те же самые 90-е, даже начало 2000-х, с благоговением отношений наших к компьютерам, к интеллекту, это вот белая сборка, это вот жёлтая сборка, не дай бог красная, понимаете, какую я говорю. Компания Аби, мировой лидер по поставке искусственного интеллекта, программ сопровождения, и покупать сегодня и заказывать продукты у компании Аби, это модно, это респектабельно на всех континентах и практически во всех странах, в том числе и в правительстве. Теперь возвращаясь к вашему вопросу, вот очень такая тонкая среда взаимодействия регионов и федерального центра, как в части административных органов, так и бизнеса по теме экспорта. То есть, с одной стороны, мы должны предоставить полный набор инструментов в регионе, чтобы люди, как ходоки, к Ленину не ездили и не ходили, значит, там по приёмным в разных министерствах, в РЭЦ и КСАР, у нас же целая такая плеяда, как бы, и министерств, которые принимают решения и поддерживают, и институты развития. Поэтому, конечно же, то, о чём говорил Пётр Михайлович, создание вот этих единых окон, абсолютно адекватных по полномочиям и так далее, значит, по компетенции в регионах, это задача этого сегодняшнего дня, практически сегодняшнего дня. Значит, второй момент, конечно же, абсолютно поддерживая высказанные слова о том, что вопрос экспорта – это вопрос продукта, мы ещё понимаем, что он конкурирует на мировом рынке не только и, к сожалению, не всегда столько качеством своей продукции, сколько финансовым предложением, которое его сопровождает. Примеров миллион, когда мы проигрываем тендеры, когда мы проигрываем поставки, только потому, что рядом с тем предложением идёт финансирование под 0% на 25 лет, в лучшем случае под 0,1%, а мы, так сказать, на 3 года, ну, по 5-6 там в валюте, что практически, в общем, бессмысленно абсолютно. Вот поэтому, конечно же, второй очень важный момент, чтобы компании в регионах, чтобы региональные власти чётко понимали этот сложный механизм финансовой поддержки и адекватно участвовали как бы в его подготовке и разработке. Мы имеем бюджетные ограничения, они будут жёсткие в течение 3 года, они будут крайне жёсткие. Поэтому здесь каждый вложенный рубль в поддержку экспорта должен был 10 раз обдуман и обсуждён, в первую очередь, с региональными властями. Ну и третье, что бы хотел сказать, конечно же, регионы, они разные, и у них разная потребность в этой внешней повестке, в экспортной, но подавляющее, то есть здесь присутствующие губернаторы все, подавляющее большинство промышленных регионов очень чётко находятся в федеральной внешнеэкономической повестке. У нас 117 межправкомиссий, нет такой межправкомиссии, что в её работе не принимал участие губернатор или представитель региона. У нас огромное количество разных межрегиональных двусторонних форумов, значит, губернаторы, региональные компании, ближайший форум будет в Казахстане, буквально уже на следующей неделе, всегда. Значит, у нас есть специальные межрегиональные межправительственные комиссии, их тоже около 40, где только межрегиональная повестка. Поэтому, конечно же, при всём том, что с точки зрения законодательства внешнеэкономическая деятельность – это федеральная полномочия, регионы должны быть просто неотъемлемой частью этой политики. Спасибо большое. Значит, завершая практически сейчас, скажем так, околоправительственный блок сообщений, я хочу сказать, что когда мы говорим о экспорте, это, конечно, все мы региональные патриоты, и все мы такие гражданские националисты. Нас интересует, что сделано в Туле, нас интересует, что сделано во Владимире, что сделано в Санкт-Петербурге, что сделано, в конце концов, в России. Это временное явление, поскольку рано или поздно эти надписи, сделанные в России, будут замещаться, в том числе такими скрытыми надписями, сделанными в Российском экономическом союзе. Мы продолжаем региональную интеграцию, мы никуда не денемся от неё. Разбираться, что сделано в России, что в Армении, что в Беларуси, а что в Казахстане, будет дальше сложнее, да, там, как говорится, по мере развития интеграции. Я просил бы Веронику Никишину, министра по торговле Евразийской экономической комиссии, показать собственный взгляд, который более актуален будет через 10 лет, чем сейчас, да, там, как говорится, но, тем не менее, следует помнить, что надпись «Сделано в России» не навсегда. Спасибо большое, Дмитрий. Ну, поскольку во всех предыдущих выступлениях уже очень так отчётливо звучала мысль, что мы живём сейчас действительно время изменения клише, то я, в общем, солидаризируясь с вступающими, хотела бы привлечь ваше внимание к такому, как бы, может быть, неожиданному инструменту поддержки экспорта, как режим торговли. Вот давайте посмотрим, в каком режиме торговли сейчас живут наши экспортеры. Мы привыкли к тому, и это вот стереотипно, от которого нам, по всей видимости, придётся через какое-то время отходить, если мы хотим быть конкурентоспособными. Мы привыкли к тому, что для нас самое главное – это эффективный таможенный тариф для входа на наш рынок. Это самое главное, чтобы иметь на своём рынке, иметь свой рынок защищённым. Но давайте посмотрим, что происходит вокруг нас. Во-первых, наш тариф средневзвешенный сейчас составляет 5%. То есть, нам достаточно смешно говорить, что он что-то защищает. С другой стороны, вокруг нас происходит очень серьёзная, действительно, регионализация. То есть, вот если посмотреть, например, на регион Юго-Восточной Азии, то в течение 20 лет страны очень плотно сформировали друг с другом такую сеть соглашений о свободной торговле. И это уже не просто соглашение с отменой пошлин, это достаточно продвинутые соглашения, которые позволяют в этом регионе компаниям, которые друг с другом торгуют, иметь гораздо более конкурентный режим, чем наш экспортер, который для того, чтобы войти на этот рынок, должен преодолеть ввозную таможенную пошлину. И эти ввозные таможенные пошлины, поверьте, это не 5%, а это там и 20, и 30. Поэтому с точки зрения конкурентоспособности режима, наш экспорт сейчас преодолевает очень серьёзный входной барьер. И никакого субсидирования процентной ставки не хватит для того, чтобы сделать нашу продукцию конкурентоспособной без каких-то системных изменений. Вот к нам недавно приезжали чилийцы со своим опытом заключения соглашения о свободной торговле. У них структура приблизительно похожа на российскую. 50% их экспорта занимает медь, сырьевой товар, биржевой, и 50% остальной продукции. За 20 лет, заключив 24 соглашения о свободной торговле, они сейчас имеют 97% своего экспорта торгуются с теми странами, с которыми у них режим свободной торговли. То есть они качественно изменили условия для тех несырьевых товаров, которые у них присутствуют, и позволили в разы увеличить этот экспорт фактически бесплатно для бюджета. У нас тоже структура торговли. 50% сырьевые товары, 50% несырьевые. Сырьевые обычно не имеют входных таможенных пошлин. А если мы пытаемся действительно всерьез развивать несырьевой экспорт, то, конечно же, наверное, будет серьезным поспорьем помочь преодолеть этот входной барьер в виде пошлин. Кроме того, соглашения о свободной торговле, которые сейчас в современной истории обсуждаются, они имеют набором дисциплины не только снижения пошлин, но и либерализацию нетарифную. Мы знаем много стран, в которых не только и не столько пошлин, насколько и не тарифные барьеры являются гораздо более серьезным препятствием. И поэтому мы действительно… Вот, собственно, что я предлагаю. Мы хотим, во-первых, привлечь ваше внимание к тому, что отказаться от стереотипа, что соглашение о свободной торговле – это ужас ужасный. И если мы хотим иметь эффективный драйвер для роста нашего экспорта, мы должны всерьез задуматься о двусторонней отмене вазных пошлин. Никто не говорит, что мы должны одномоментно со всеми странами взять и отменить наши вазные таможенные пошлины. Но, упаси Боже, мы говорим о том, что нам нужно всерьез задуматься о нашей карте интеграции, нам нужно сформулировать наши экспортные интересы и сформулировать их не путем моделирования. Обычно там существуют модели, по которым рассчитываются плюсы и минусы от соглашения о свободной торговле. Мы хотим, во-первых, сказать, что мы не некий космический корабль, мы Евразийская экономическая комиссия, некий космический корабль, который где-то там летает, а мы та площадка, которая приглашает конкретных экспортеров, а не некие модельные отрасли, для того, чтобы мы могли вместе с вами обсудить, какие есть у нас товары экспортного интереса, какие рынки для этих товаров интересны, и применительно к этим товарам сформулировать вот эту свою карту интеграции, какие страны, на каких условиях нам были бы интересны. И после этого уже отвечать на вопросы, а что мы должны в ответ заплатить, и при этом то, чем обычно платят, оно тоже имеет очень серьёзные триггеры и ограничения. Это могут быть как 10-15-летние переходные периоды для снижения пошлины. Существуют такие так называемые триггерные инструменты, когда восстанавливается тариф в случае, если импорт начинает превышать какие-то опасные уровни. То есть я призываю к тому, чтобы, во-первых, всерьёз посмотреть на преференциальный режим, как на инструмент поддержки экспорта, и второй момент, тоже существовал стереотип, что инвестиции приходят на те рынки, которые закрыты пошлинами. Вот анализ опыта других стран, в частности, Чили, как один из примеров, показывает, что чем больше страна имеет соглашение о свободной торговле, тем более инвест привлекательной она становится, потому что она становится тем самым региональным хабом, про который говорил Денис Валентинович, когда инвестиции и производимая продукция вправе рассчитывать на реализацию не только на этом рынке, ёмкость которого может быть ограничена, а через него выходить через уже неизменяющиеся соглашения о свободной торговле на рынки тех стран, с которыми это государство имеет такие режимы. У нас есть одно пока соглашение с Вьетнамом, про которое тоже говорил Денис Валентинович. И в рамках этого соглашения мы порепетировали вот эту конструкцию. Во-первых, мы попытались сделать компанию «Рено», которая на российском рынке, вложив свои инвестиции, должна была бы через российский региональный хаб войти на рынок Вьетнама. Во-вторых, мы попытались сделать первый подход к снаряду о использовании Вьетнама при инвестициях в производство Вьетнама и интересный для насторослей в распространении, в экспорт через соглашение Вьетнама на рынке Асиан этой продукции на другие страны, в которые напрямую нам войти сложно. У нас сейчас есть в портфеле наших стран, по которым нужно принять решение, такие страны, как Израиль, Корея, Египет, Сингапур, Индия, Иран. Это те страны, в повестках которых экспортная и импортозамещающая формируется. Сейчас мы приглашаем всех к диалогу относительно этих стран. Кроме того, мы приглашаем всех к диалогу относительно того, какие еще страны могут быть в той самой нашей карте интеграции, для того, чтобы мы не упустили то окно возможностей, которое формируется вокруг нас в виде этой регионализации, и встроились в нее, но встроились в нее абсолютно осмысленно. Спасибо. Спасибо большое. Федеральный блок мы на этом закончили. Есть ли прямо сейчас какие-то вопросы, которые нужно задать именно федеральному блоку? Давайте. У нас нет микрофона, поэтому попробуйте говорить громче. Есть микрофон? Сейчас дадут. Здравствуйте. Спасибо за возможность задать вопрос. Калужская область, Торгово-промышленная палата. У меня первый вопрос к господину Фродкову. Когда мы говорим о едином окне по поддержке экспорта, какую вы видите роль торгово-промышленных палат, которые уже достаточно много лет работают, собственно говоря, с экспортерами? Это одно из основных направлений. Это первое. Нет, второго вопроса вы не зададите. Пожалуйста. Это от предприятий. Нет, нет, нет. Нет, вы задали вопрос. Диктант. Получите на него ответ, и все. Жаль. Вся наша модель предполагает работу с теми партнерами, которые могут принести добавленную стоимость с точки зрения создания этого единого окна. Поэтому, когда я говорил о создании на региональном уровне вот этих вот совместно с регионами, так называемых, таких наших мини-центров, эти организации, эти институты, такие, скажем так, небольшие, они носят, как правило, характер некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций, и участниками этих организаций, помимо нас и региона, могут, и у нас есть такая договоренность, в том числе и с коллегами из ТПП, могут становиться региональные торгово-промышленные палаты. Вход открыт. Поэтому это вот, что называется, совсем формально. А неформально мы, конечно, очень рассчитываем на деловое объединение, в том числе и на торгово-промышленные палаты, чтобы, по точки зрения проведения вот этих вот, значит, такой миссионерской деятельности, если хотите, среди своих членов, с точки зрения вот приобщения к экспортной деятельности. Поэтому с неформальной, с формальной точки зрения, все, какие только возможно, инструменты, они, в общем, нами могут использоваться, частично используются. Спасибо. Да. Спасибо. Юрий Винскоровский, Вологодский текстиль. Во-первых, хочу поблагодарить Минкомторг и администрацию Вологодской области за ту поддержку, которая была оказана по спасению предприятий. Нет, вы давайте будете задавать вопрос. Да, да, и предприятие заново запущено, вот недавно мы реализовали... Нет, вы не будете рассказывать о своем предприятии, вы будете задавать вопрос. Да, вопрос какой? Что такое экспорт? Это выпуск конкурентоспособной продукции. И для нашего рынка, и для экспорта. Понятно, что для этого нужны новые технологии. Чтобы такую продукцию производить, нужно партнерство. Вот мы сейчас обсуждаем партнерство с рядом международных компаний, и что мы видим, что... Я понимаю, что вы не хотите задавать вопрос. Да. Я говорю о механизме. Мой вопрос заключается в том, что... У меня сказали предложение, что... Я считаю, что можно было бы создать рабочую группу с компаниями, которые выпускают экспортную продукцию, для разработки механизмов поддержки именно международных партнерств. Это может быть в обеспечении государственных контрактов на какой-то срок. Это может быть дополнительные какие-то льготы для международных партнеров. То есть, я считаю, что сейчас в нынешней ситуации нужны необходимые новые механизмы. И вот хотел спросить, какое отношение нашей уважаемой панели к идее создания такой рабочей группы, чтобы проработать конкретные механизмы уже с участием непосредственно с экспортерами. Спасибо. Какого-нибудь есть интерес? Ну, я очень коротко отвечу. Значит, мы готовы всегда, во-первых, к диалогу и формализации и оцифровке тех предложений, которые Вы только что сформулировали. Более того, многие из этих инструментов уже реализованы, и Вы ими можете воспользоваться. Поэтому Вы вот вначале сказали слова благодарности министерству. Приходите чаще и более подробно готовы поделиться с Вами всеми теми инструментами, которые сегодня есть, и с Вашей помощью в том числе будут разрабатываться. И вместе с РЭЦ. Так, коллеги, больше я вопросов не позволю задавать, потому что любой вопрос у нас будет превращаться в выступление. Я прекрасно понимаю, у нас есть очень много выступающих, которые, несомненно, будут поражены в правах. От федеральной теории к реанальной практике. Давайте мы… У нас здесь есть руководство наиболее интересных экспортных регионов, по разным причинам интересным. Тульская область, в частности, с которой мы начнём, Алексей Демин, комбинатор Тульской области, была первым, видимо, российским регионом, которая вообще в истории вышла на мировой рынок, не будучи приграничный. Это было ещё в конце 16-го, в начале 17-го века, как раз в смутное время. Вы человек свежий. От вас мы ждём свежего взгляда на то, как выглядит экспортный потенциал региона, если его смотреть быстро, если составлять представление о нём прямо сейчас. Чем это отличалось от того, что вы думали об экспортном потенциале региона до того, как пришли на этот пост? До того, как я пришёл на этот пост. Спасибо большое за вопрос, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги. До того, как я пришёл на этот пост, я вообще не думал на эту тему. Я начал думать конкретно, когда меня назначили на эту должность. Скажем сразу и откровенно. Что касается заданного вопроса. За последние несколько лет заметно активизировалась федеральная политика по поддержке компаний, которые идут на экспорт. На нашем уровне мы эту тенденцию поддерживаем и видим значительный экспортный потенциал средних крупных предприятий. Скажу больше. Этот потенциал может стать одним из ключевых драйверов экономического роста. При этом Турция по многим показателям экспорта показывает опережающую динамику. Структура нашего внешнеторгового оборота отвечает всем критериям экономики, ориентированным на экспорт. Например, за 2015 год экспорт товаров из Турской области превысил объём импорта в 4 раза. Это в денежном эквиваленте это 2,7 миллиарда долларов в США. В товарной структуре экспорта Турской области в 2015 году по-прежнему лидируют на первом месте это товары и продукции химических предприятий с учётом значимого кластера химических предприятий на территории Турской области. На втором месте это металлы и металлоконструкции и изделия из металлов. И третье место, конечно, мы никуда от этого не денемся. Это сельхоз, сырьё и продовольствие. Помимо этого, мы все прекрасно понимаем и в этом секреты нет, что Центр военных технологий сосредоточен тоже в Туле. И значительная часть оборонно-промышленного потенциала сосредоточена в Турской области. Это порядка 20%... Денис Леонидовича прав? Порядка 20%. И нам остаётся только эта секретная информация. Мы прекрасно понимаем, какая доля экспортированных изделий из этих оборонных предприятий идёт за рубеж нашим партнёрам. При этом мы не стоим на месте. В регионе есть много компаний, которые имеют значительный экспортный потенциал и которые пока не реализованы. И признаюсь, что и правительство Турской области имеют к этому отношение, потому что мы не совсем по каким-то пониманиям уделяем этим компаниям внимание и не вскрываем им глаза о том, что их продукция может быть интересна и может быть задействована на внешних рынках. В целях охвата новичков и усиления поддержки флагманских предприятий мы подписали соглашение о сотрудничестве с российским экспертным центром. Зачем нам это надо? Ну, понятно, здесь уже неоднократно говорились по поводу одного окна, который необходим для консультации, участвовать в образовательных программах и другие меры поддержки. И Турская область хочет и надеется, и для этого всё есть, чтобы все пилотные проекты, те новые вещи, которые делают с этим центром, они проходили апробацию и мы были в числе первых регионов, где именно региональный экспертный центр отрабатывает свою программу на нашей области. И пользуясь случаем, Пётр Михайлович, мы рядом с вами, вы рядом с нами, мы рассчитываем на вас и не забывайте про Турскую область, я вас очень сильно прошу. С нашей точки зрения, одна из основных проблем поддержки экспорта это недостаточная информированность компании. Это, к сожалению, это факт. И это касается не только нашего региона, но это и регионов, и наших соседей, и регионов, которые находятся на уделении. Приведу в пример. В мае в Туле прошла выездная сессия экономического форума Санкт-Петербурга, где повестка была регионы России, новые точки роста. Федеральные институты развития представили свои новые программы помощи экспертным проектам. Так вот, через определенное количество времени десятки, может быть, 15, около 20, я сейчас точно не помню, компании пришли к нам со своими проектами. Мы начали их изучать, с коллегами начали их смотреть. Проекты оказались, скажем, недоработанными, некорректными, в прямом смысле слова сыроватыми. Но толчок и движение определенное пошло, пошел определенный импульс, и наша задача – пройти этот потенциал в реально реализованные проекты. Нельзя сказать, что мера поддержки экспорта для нас – это повестка новая. Мы со своей стороны делаем многое. Сегодня в Тульской области действует совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации региональный интегрированный центр, который помогает средним и малым компаниям в сертификации продуктов, подготовке информационных материалов и бюллетеней для наших зарубежных партнеров, а также проведение бизнес-миссий. За последнее время мы провели порядка 80 крупных международных мероприятий на достаточно серьезном таком уровне. Провели порядка 45 бизнес-миссий с нашими зарубежными партнерами, которые заинтересованы в той продукции, которую мы производим. И что вы думаете? Через определенное время порядка 10-15 компаний Тульской области выходит, они даже об этом и не думали по поводу того, что они производят, что есть интерес на внешних рынках. Так вот, эти компании уже на сегодняшний день вошли и торгуются продукцией с такими странами, как Швеция, Южная Корея, Китай. Сейчас выходим на Вьетнам. Какая-то продукция, она разнообразная, это и металлоконструкции, это и мясные снеки, это и изделия из различных пластмасс, из различных видов пластмасс. Это сантехника, ну и ряд других перечений. Наша задача – дать такую возможность большему кругу. Поэтому в ближайших планах ежегодно выводить новые десятки компаний на международные рынки. И задача нам по силам, мы свои ресурсы, свой потенциал видим. Мы ощутливо понимаем, что самостоятельно регионам не справиться. Поэтому совместно с РЭЦ мы будем создавать полноценный региональный центр поддержки экспорта. Мы должны уделять внимание по всем направлениям в этой сфере. В первую очередь это касается и качественного поиска контрагентов, также степень образованности и осведомленности наших экспортеров. И, конечно, это возможность финансирования и страхования экспортных поставок за гарантию. Это тоже очень важно. В повестке сегодняшней дискуссии стоит вопрос, какая роль региональных администраций в развитии экспорта. Так вот, я хочу сказать, с моей точки зрения, создание нужных условий для развития экспорта – это задача именно региональной администрации. Мы видим свои компании, мы эти компании чувствуем, мы понимаем их потенциал, и мы, со своей стороны, должны делать все на своем региональном уровне для того, чтобы в будущем он перешел в качественный и более эффективный рост. Благодарю за внимание. Вот вы стесняетесь рекламировать свои компании, а я, губернатор Владимирской области, Светлана Орлова, предлагаю рекламировать свои компании и назвать имена в региональных кейсах. Вот у вас была возможность назвать название компании, которых вы вывели на экспорт, при которой при вашем участии, а Светлана Орлова этим воспользуется. Мы с вами мужчинам отдаем преференцию женщинам. Да, придется. И мы вместе хорошо работаем с Тульской областью. Думаю, что на следующем форуме у нас будет еще ряд серьезных таких контрактов, потому что я вообще рада, что мы сегодня говорим об экспорте, и что Дмитрий уже улыбается. Почему? Говорим об экспорте, об участии региона. Это очень важный фактор. Я хочу сказать Максиму, Максим, мы уже давно поняли, что это не модно просить бюджетные деньги. У нас сделаны все механизмы, федеральные целевые программы, фонд промышленности, большая программа по импортозамещению. Вот рассказываю, Дим, конкретно тебе на Владимирской области. Владимирская область практически 40% выпускает сегодня всех лекарств. Месяц назад немецкая компания «Эбот» сдала еще один мощнейший цех, который выпускает 50 наименований лекарств, из них 24 против рака. У нас сложился сегодня в Ольгинском районе, это Петушинский район Владимирской области, мощнейший фармакологический кластер. Но он бы не сложился, если бы лет пять назад, когда Владимир Владимирович был представителем правительства, и Денис Валентинович Мантуров тогда еще не был министром, но он работал в корпорации, была сделана программа поддержки фармацевтической отрасли России. Пожалуйста, последний контракт с китайцами – полтора миллиарда. Четыре месяца назад сдали цех, который производит «Онофактор» лекарства, «Инофактор», «Дескинтест». На следующий год мировой форум по фармакологии мы будем проводить, кто бы мог подумать, в Петушинском районе, во Владимирской области, где крупнейший центр производства лекарств, где за последнее время 50 только ученых с мировым именем туда приехали, и сертификация лекарств, которая там производится, она идет уже на мировой рынок. Следующий вопрос – станкостроение. Денис Валентинович знает наш завод «Ковровский» электромеханический. Он делает и продукцию, в том числе, ту же «Армаду». Но он уже 70% продукции делает на мировой рынок. Станки. Вместе с японской компанией «Токисава». Я только сейчас моему коллеге рассказывала, что вчера мне звонит директор и говорит, меня приглашают в Японию, на высоком уровне будет подписано еще одно соглашение, компания «Токисава» хочет расширять производство. 250 станков за последнее время сделано, но это станки не первого и второго поколения, а уже седьмого и восьмого поколения. И будучи в Китае шесть месяцев назад, мы посмотрели «Сигвей» и уже «Сигвей» сделан, но китайский стоит 500, наш стоит 150 тысяч. А сейчас делаем еще мопик для людей с ограниченными возможностями. Компания «Ремнанотех». Она делает сегодня фильтры. Фильтры мирового уровня, это вместе с «Роснано». мы говорим об инновационных вещах. У нас за эти годы только 3,5 тысячи инновационных рабочих мест сделано. Не просто каких-то мест, а инновационных рабочих мест. Дальше. Компания «Гусар». Это гусь хрустальный. Семь лет назад, я думаю, кроме того, что там куча проблем, об этом городе ничего не знал. Я-то сама, когда стала губернатором, все приглашала Дениса Валентиновича приехать на этот завод. Он говорит, ну куда ты меня зовешь, какой-то гусь хрустальный. А когда приехал, сам удивился. Докладываю, Денис Валентинович, компания «Швитах» отдала лицензию «Гусара». «Гусар» вышел на большое соглашение с «Шилом». Трубопроводная арматура «Гусара» будет занимать до 25% мирового рынка. Мы заложили третью очередь завода. Я вас приглашаю на ее открытие. А почему? А потому что фонд промышленности, да, конечно, сегодня очень важен нам фонд экспорта, который наши коллеги предложили нам. И мы не просто за него беремся. Мы даже порой сами не понимаем, какой клондайк у нас взаимодействует между регионами. Дима, это очень важный фактор. Благодаря санкциям мы сейчас это оценили, что мы можем выходить на мировые рынки, в том числе с совместной продукцией одного региона и другого. Теперь сельское хозяйство. Я вам скажу, сельское хозяйство не только мороженое, мясная продукция. Мы два завода по производству сыра, благодаря фонду МСП делаем. Мы у нас на последнем заводе менеджеры из Швейцарии. И сыры, кстати, ничем не хуже. А те, кто пробовал сыры Джона Копински, так они сегодня мирового уровня эти сыры. Дальше. Я могу сказать, что мы сейчас приступили к производству оборудования по переработке мусора. И это будет не итальянское оборудование, это будет российское оборудование, которое будет востребовано на нашем рынке. И я считаю, что вот сегодняшний разговор, который идет, он не просто актуален. У нас 361 предприятие работает на экспорт. Если брать уровень 2014 года, то мы увеличили на 16,3%. В прошлый год мы стали экспортерами года. Это не я принимала решение, это принимали специалисты решения в том числе. И, конечно, это наши экономические форумы, взаимодействие на форумах. То, что мы сегодня... Понятно, я не могу диктовать, к примеру, что я буду там такое-то мировое место занимать, так же, как я МИДу не могу диктовать, потому что МИД приоритет является в работе на международном уровне. Но то, что мы кооперируемся, то, что все меры поддержки созданы, то, что у регионов сегодня есть большой интерес, то, что регионы понимают, что действительно экспорт – это будущее. Мы также недели через две едем в Индию. Мы работаем с Китаем, мы работаем с Юго-Восточной Азией. Мы немножко поменяли рынки в связи с кризисом и в связи с санкциями. Но я вам хочу сказать, даже если бы не было этих санкций, мне кажется, мы бы на такой уровень не поднялись. Поэтому я коротко заканчиваю свое выступление и считаю очень важным сегодняшний разговор. Хочу, во-первых, спасибо сказать всем инвесторам, которые здесь присутствуют. И, кстати, у нас нет даже снижения инвестиций, Дима. У нас практически процент роста инвестиций. Это небольшой, конечно, но снижения-то нет. Вот буквально неделю назад приехала итальянская компания, она строит завод. Сегодня у нас струнено по микроэлементам. В конце сентября мы сдаем первую очередь Волгобаса. Волгобас – это грузовики и автобусы на газомоторном топливе российские. Локализация почти что 90%. Он у меня в области берет всю продукцию для своих автобусов и локализация по 90% так же, как на Гусаре. Конечно, помогли корпорации. Я даже не ожидала, что мы так прорвемся с корпорациями, с Газпромом, с Ростехом, с РЖД. Казалось бы, какие-то там масляные фильтры на тепловозы, но это оказался такой сумасшедший рынок или стрелочный завод. Вот он знает, два года назад он погибал, этот стрелочный завод. Сегодня стрелочный завод уже работает и с Европой, и с СНГ, и уже делает практически под ВСМ новые рельсы. И стоит станок уже восьмого поколения. Просто там была две недели назад. Понимаете? Поэтому вот эти аспекты, я считаю, что мы тоже должны использовать. И вот то, что говорили коллеги, сейчас очень важно структурировать, чтобы мы не все в кучу побежали, а чтобы мы четко понимали, у кого какой товар экспортно ориентированный и востребованный. Вот, мне кажется, такая дорожная карта, даже между регионами она должна быть создана. И, мне кажется, у нас очень хорошие перспективы в этом вопросе. По крайней мере, мы не говорим о том, что у нас нет там инвесторов, инвестиций, или нас куда-то не приглашают. Только три межправкомиссии за ноябрь пройдет во Владимирской области, где приедут премьеры, министры стран, и мы будем обсуждать. И я бы все-таки считала, не забывать туризм. Объясню почему. На миллион туристов в область приехало больше. А что такого там мы сверхъестественного сделали? Сделали 16 маршрутов, сделали фестиваль Медовуха-фест, сделали гастрономическую карту. Оказывается, у нас была похлебка 1560 год, которую вообще любили во всем мире. Ярмарка, кстати, Дима Макаревская, если говорить о брендах, которая проходила во Владимирской области, она давала за один день все ВРП Царской России. А у нас только было 140 грибоварин. Сейчас, говорит Качев, только рынок грибов 2 миллиарда. Вот мы сейчас и будем грибы экспортировать в том числе. И туризм, который стал очень востребованным, и поехало больше иностранцев, я считаю, это тоже хороший наш экспортный потенциал. Спасибо. Да, это хороший образец того, как надо рекламировать экспортный потенциал региона. Действительно. И я бы хотел, чтобы это продолжилось. Я попросил губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова продолжить в том же ключе и рассказать, чем у вас все лучше. Потому что что у нас плохо, мы знаем, а вот что у нас хорошо. Дмитрий, а можно следующий вопрос? Вот региональные бренды Вологодской области, вы знаете о них на слуху? Какой? Вологодское масло. Точно. Ну, наверное, начнем с региональных брендов. Вы знаете, что все-таки региональные бренды узнаваем во всем мире. Вологодской области не так много, да. Вологодская область и таких брендов несколько. Первое – это Вологодское масло, Вологодское кружево, Вологодский лен, ну и российский Дед Мороз из Великого Устюга. Поэтому, конечно, Вологодская область в этом отношении, она имеет некое конкурентное преимущество. Но я все-таки скажу не об этом. Я скажу о том, что Вологодская область – это экспортно-ориентированный регион. По объему нешторгового оборота мы занимали 25 место в стране, более 4 миллиардов долларов торговый оборот. И до недавнего времени в структуре нешторгового оборота доминировали две крупнейших наших компаний – металлургии и химии. Это компания «Северсталь» и компания «Фасар» до 95% ВТО. Конечно, мы понимали, что нам необходима диверсификация не только экономик, но и диверсификация экспорта. И мы очень много сделали за последние три года, направив свои усилия на государственную поддержку таких отраслей, как машиностроение, деревооработка и сельское хозяйство. И эти отрасли за три года показали очень существенный рост. Мы занимаем третье место в стране по производству фанеры, третье место по производству плит ДСП. Каждый третий деревянный дом сходит с конвейера именно в Вологодской области. Мы вышли на уникальные показатели по производству тракторной техники. Каждый третий трактор Российской Федерации производится уже в Вологодской области. Ну и, конечно, государственная поддержка сельскохозяйства привела к тому, что мы стали экспортерами сельскохозяйственной продукции. Мы видим, что вологодское масло, кружево, лен – это бренды, которые востребованы не только в России, но уже во всем мире. Мы запустили несколько лет назад линейку продукции «Настоящий вологодский продукт», который сейчас занимает доминирующее место в структуре экспорта. Настоящий вологодский продукт сейчас продается в 50 регионах Российской Федерации и в 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы, благодаря усилиям, направленным на поддержку экспорта, увеличили экспорт продукции на 10%, особенно это касается продовольственной продукции, и сократили импорт из других регионов Российской Федерации на 30%. Это так называемый продовольственный патриотизм. Ну и самое главное, наверное, то, что мы все наши региональные бренды объединили под одним зонтичным брендом – «Вологодщина. Душа русского севера», который только что на международном конкурсе «Туристский бренд. Лучшая практика 2016 года» занял первое место. Это лучший региональный бренд России. И я считаю, что наши региональные бренды могут стать драйвером развития нашей экономики. Мы не только производим конкурентоспособную продукцию в Вологодской области Российской Федерации, но мы должны поддерживать её производство и поддерживать экспорт. И поэтому то, что делают правительство Российской Федерации и Министерство промышленности и торговли, мы полностью поддерживаем. Спасибо. В России есть регионы, которые на самом деле, вообще говоря, по-другому могут формулировать для себя вопрос про экспортный потенциал, потому что они на самом деле являются частью мировой экономики. Так исторически сложилось, что Ленинградская область и Санкт-Петербург исторически уже практически три века, они являются одновременно и основой российской экономики, одним из столпов, и одновременно частью больших европейских логистических схем с точки зрения польского, испанского или шведского производителя. Санкт-Петербург, Брюссель, Малага – это примерно одно и то же. По крайней мере, никакой дискриминации для него между ними не бывает. Я бы просил эту странную ситуацию описать Александра Дозенко, губернатор Ленинградской области. Это одна из самых привлекательных и стандартно привлекательных инвестиционно-привлекательных областей в России, в отношении которой для иностранных инвесторов нет необходимости говорить о раскрытии экспортного потенциала, потому что она сама по себе и есть вполне реализованный экспортный потенциал, но не думайте, что в этом нет никакой проблемы, и в этом есть одни только преимущества. Спасибо. Добрый день. Действительно, Ленинградская область экспортно-ориентирована. У нас в два раза экспорт превышает импорт в товарообороте, и это уже сохраняется на протяжении десятилетий. Хотел бы обозначить четыре основных направления, одновременно и проблемных, одновременно по которым мы работаем. Пока еще нет единого стандарта, единого окна, хотя мы очень этот стандарт ждем. Первое направление – традиционная поддержка экспортно-ориентированных предприятий. Мы четко понимаем, что нефтепродукты, минеральные удобрения, нефтехимия – это то, что традиционно переваривалось и продается из Ленинградской области. И здесь основная наша поддержка, то, о чем уже говорили коллеги, в том числе и федерально, это создать конкурентные преимущества по себестоимости, по цене. Мы сегодня видим, что и на продукты химии, и на минеральные удобрения, и на нефтепродукты цена падает. Поэтому сегодня мы работаем с крупнейшими нашими компаниями – это «Метахим», это «Еврохим», это и «Сургутнефтегаз» Кенеф по поддержке их крупных инвестиций в реорганизацию своего производства. Это и глубокая переработка нефти на Кенефе, это и строительство совершенно нового производства, производство аммиака на фосфорите, это применение современных технологий производства сульфата аммония на «Метахим». Это те проекты, которые мы поддерживаем не просто соглашениями, а реальными льготами по налогам. И эти соглашения, кстати, как, например, по АМИАКУ мы заключали в тройственной совместно с Министерством промышленности Российской Федерации. Это первое направление. Второе направление – это поддержка новых экспортеров, причем новых экспортеров, которые входили к нам на территорию, как иностранные инвесторы с целью продажи продукции внутри российского рынка. И вот здесь сложилась уникальная ситуация, когда эти компании, вложив деньги в российское производство, за счет девальвации рубля получили очень выгодную себестоимость для последующей реализации своей продукции на внешнем рынке. Это и компания «Ноки Интайрс», которая сегодня практически прикрыла свое производство в Финляндии и уже 15 миллионов пар шин производит у нас во Всеволожске и экспортирует уже там в пять десятков стран мира. Это и компания «Упанор», которая приходила к нам для производства запорной арматуры современной, сегодня экспортирует. Это и «Сименс» газовой турбины, которая совсем недавно приходила с одной целью, это производство газовых турбин для России, сегодня продают уже в страны СНГ, не только в страны СНГ. Это, как ни странно, и то, о чем мы не любим громко говорить, это производство сигарет. Компания «Филип Моррис» увеличила производство сигарет внутри российского рынка для продажи за рубежом. Кстати, под расширение нашего производства в Ижоре закрыло две фабрики, одну в Испании, одну в Италии. Это тоже такое интересное направление. Следующее направление – это поддержка предприятий, которые производят новую продукцию, так называемые новые экспортеры. И мы здесь четко смотрим по рынку, и, например, недавно совершенно мы перехватили инициативу скандинавов в это производство плиты МДФ для мебели. Но не секрет, что Ленинградская область, как и многие регионы, до недавнего времени гнала на экспорт сырую древесину. Не особо на этом, кстати, зарабатывали. В основном зарабатывали, так сказать, на различных схемах. Это тоже понятно, да, экспортных, а не столько на товаре. Вот сегодня мы открыли крупнейшее в России производство в Приозерске, причем, опять-таки, через схему инвестподдержки. И сегодня уже в Скандинавии мы экспортируем плиту МДФ, из которой делается мебель, в том числе, которая потом через ту же систему Икеи расходится по всему миру. Это тоже такое интересное направление работы. Остается серьезной проблемой, это, конечно же, расширение рынков, сбыта нашей продукции. Мы сегодня видим, что нам нужна помощь федералов. И без поддержки федеральных структур нам, например, не войти на североафриканский рынок, он сегодня очень привлекателен и по минеральным удобрениям, и, значит, по производству шин, и по производству нефтехимии, и древесной продукции. То же самое мы начинаем толкаться на рынке бумаги и целлулозы. Мы впервые столкнулись с тем, что Ленинградская область теперь уже не закупает бумагу. Значит, несмотря на то, что у нас были предприятия, в том числе и в Светогорске, кто производил бумагу, но ее, так сказать, мы еще и закупали. А сегодня наша бумага имеет себестоимость такую, что она сегодня продается. Но этот рынок очень плотный, и вот здесь нужно помогать на этом рынке бороться. То есть новые рынки, они абсолютно необходимы. И, конечно, необходима поддержка на традиционных рынках. Нас, значит, как и всех, в принципе, на традиционных рынках, значит, не очень любят, когда мы начинаем заполнять нишу больше, чем нам отвели. Когда-то там кто-то отвел в процентах. И здесь, конечно, мы рассчитываем, что вот эта вот система создания одного окна и в то же время система выхода через наше одно окно и через торг-представительство и через соответствующее министерство позволит нам все-таки традиционные рынки удержать. Потому что конкуренция остается очень большой. Спасибо. Спасибо. А, соответственно, для Антона Лиханова, исполняющего обязанности, председателя правительства Калининградской области, вовсе даже не нужно выходить на европейский рынок, потому что он, в общем, уже там. Да, в середину. Естественным образом. Хорошо это или плохо? Это очень хорошо. Дмитрий, да, спасибо за предоставленное слово. Ну, на самом деле, у нас у форума такая сдвоенная повестка. Это, с одной стороны, экспорт и потенциал региональный, с другой, поддержка малого и среднего предпринимательства. Я хочу сказать, что Калининградская область, собственно говоря, второе место среди российских регионов занимает по уровню экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. Впереди только Москва. Мы на 1,7 миллиарда долларов только субъектов МСП наторговали у нас в прошлом году. Собственно говоря, торговый оборот у нас довольно большой. Это 10,5 миллиардов долларов. Экспорта из него 2,6 по прошлому году. Довольно серьезный объем экспорта у нас – это такие компании, как «Содружество». Это крупнейший, собственно говоря, маслоэкстракционный завод в Европе. Перерабатывает 5 тысяч тонн сои в день. Это такие компании, как «Мираторг». Собственно, в прошлом году полторы тысячи тонн мясных продуктов мы поставили на различные рынки, в том числе в Германию, в Марокко. И, собственно, рынки Северной Африки для нас очень перспективные. И мы надеемся, что в том числе потенциальные соглашения о зоне свободной торговли с такими странами, как Египет и, возможно, какие-то другие страны Северной Африки откроют для нас новые перспективы в этом смысле. Если говорить о том, какую нишу мы занимаем, где мы специализируемся, это, конечно, не только сельхозпереработка, хотя переработка из сельхозтовара занимает порядка миллиарда долларов в среднем в год нашего экспорта. У нас есть замечательные компании, например, «Оптимкран», «Балкран», которые поставляют крановое оборудование на экспорт. И порядка 160 кранов за последние три года мы поставили на экспорт в различные страны мира, в том числе и в такие крупные экономики, как Китай. Здесь особенно хотелось бы полагарить и Министерство промышленности, и Российский экспортный центр, особенно «Росексимбанк». В прошлом году, благодаря поддержке и кредитам «Росексимбанка», мы смогли произвести краны. Вот в этом году, уже в июне месяце, поставили теперь на польско-литовской границе, собственно говоря, на одном из грузовых терминалов работают краны, произведенные в Калининграде. Есть замечательные возможности по переносу производств из европейских стран в Калининград. У нас уже есть несколько компаний, которые, такая компания, как «Граммер», например, они занимаются металлообработкой в Калининграде, и, собственно говоря, заготовки, полуфабрикаты производят у нас, а потом везут их на сборку в Германию. Потому что та серьезная девальвация, которая наблюдалась последние два года, создала условия, когда немцам просто выгоднее производить какие-то вещи у нас, и потом финальные сборки осуществлять уже на своих заводах. Мы сейчас ведем переговоры с компанией «Кронашпан». Я надеюсь, до конца месяца октября подпишем с ними уже инвестиционное соглашение. И порядка 80% той продукции, которую они собираются производить на нашем рынке, они собираются поставлять на экспорт. Компания «Арк», тоже знаменитая большая американо-французская компания, в следующем году построит на территории Калининградской области свой завод по производству сортовой посуды, и 60% их продукции тоже будет поставляться на экспорт. Денис Валентинович уже говорил о создании региональных фондов развития промышленности. До конца года мы такой фонд также создаем, и я думаю, что у нас будут даже более низкие ставки, во всяком случае мы такую возможность для себя рассматриваем, для тех предприятий, которые создаются с упором на экспортный потенциал. Ну а если говорить о географии, мы, собственно говоря, ну пусть другие регионы, может быть, мы чуть-чуть амбициозно говорим о себе, но мы лучше просто потому, что у нас единственный на Балтике незамерзающий порт, в Санкт-Петербурге все-таки ледокольный флот нужно держать. У нас два формата железнодорожных путей, и наш индустриальный парк Петерняховский, собственно говоря, станет такой точкой, в которой можно будет завозить сырье из России и отправлять готовые товары в Европу, собственно говоря, из одного места. Ну и с РЭЦом мы тоже активно работаем, вот Петр Михайлович не сказал, но, собственно, первое подразделение РЭЦа в России, в регионах, созданное в Калининградской области. Ну, во всяком случае, с Александром Пряхина, насколько я понимаю, трудовой договор был подписан с первым. Поэтому есть одно предложение, если позволите. У нас тот же Балткан, который я уже упоминал, является поставщиком 9 из 10 всех кранов, которые устанавливаются в атомных залах непосредственно, на атомных станциях. И сейчас Росатом реализует проект в Индии, Кундакалами, по-моему, извините, если неправильно сказал, очень сложное название. И, собственно, держателем контракта является Росатом. Но наша компания поставляет кран для этой станции. Ввиду того, что она не является держателем экспортного контракта, она не может воспользоваться кредитованием Росэксимбанка. Вот мне бы хотелось, чтобы РЭЦ как-то поработал с этим, и субконтрактация какая-то внутри вот этих больших госконтрактов тоже получила возможность дополнительного вот этого стимулирования. Опять же, с учетом того, что наши компании активно пользуются услугами этого банка, мне кажется, такие шаги, они были бы правильными. Ну а в целом, мне хочется, конечно, поблагодарить коллег из Министерства экономики, из Министерства промышленности, из Евразийской комиссии, та работа, ну, просветительская даже, да, которую они ведут, она очень важна. И мы сами не понимаем, на самом деле, насколько большой потенциал заложен в регионах, и особенно в малом-среднем бизнесе. Потому что, на самом деле, это должно становиться основой для развития экспортного потенциала. И мы, собственно, в Калининграде хотим продолжать вот такую диверсификацию именно за счет небольших, средних предприятий наращивать экспортные позиции в мире, и в Европе, в частности. Спасибо. Значит, спасибо большое. Многочисленные благодарности друг другу, которые мы произносили здесь, да, там, как, съели, по моим соображениям, где-то порядка 15% времени, еще 15% нашего времени, которого нам не хватило, съело то, что мы начали не сначала, да, там, поэтому мы сейчас будем завершать. И я просто перечислю то, что вы сейчас должны были услышать в ходе этой сессии, но не услышите. Да, там, как, объясню, почему уже объяснил, да, кого не услышите, расскажу. Да, Александр Черевко, представитель Российской Федерации в Калининграде, готов был рассказать вам о том, каким образом выглядит ситуация с точки зрения представителя России, да, там, какие-то на иностранном рынке. Вы можете подойти, вы можете спросить, да, там, говорить, тому, кого в частном интересе. Я, к сожалению, не имею для вас времени. Мне бы крайне интересно было, как, послушать Ульяну Ануфриевну, начальника Центра поддержки экспорта Татарстана, поскольку Татарстан, на самом деле, уникальная территория, которая умеет даже в федеральных рамках все делать совсем не так, как это делается в социальной России, да, там, как, и это конкурентоспособно почти всегда. Я бы с удовольствием послушал Павла Скурихина, президента Национального союза зернопроизводителей. Зерно стало одним из главных экспортных товаров России, и если мы развиваем экспорт, то мы будем развивать экспорт зерна. Вам необходимо в случае, если вы интересуетесь, как это устроено, задавать ему вопросы. Я бы спросил Михаила Левчука, исполнителя у директора «Аргус Спектра», о том, как он практически пользовался услугами российской системы поддержки экспорта, и что из этого получилось. Я думаю, что этот рассказ был бы интересен. Я бы поговорил с Ильей Поляковым, с президентом Росбанка, да, там, говорить, о том, какие частные банки, говорить, создают продукты для поддержки экспорта. Это не только государственный сектор, на этом можно зарабатывать. А финальное слово я бы попросил сейчас сказать Леониду Осипову, замечательно, начальника экспертного управления президента Российской Федерации. Вы сможете за меня резюмировать, о чем мы здесь говорили? Добрый день. Неожиданно такое предложение резюмировать сегодняшнюю сессию. Первое. Очень было интересно послушать выступления главсубъекта, руководства субъектов с их пониманием роли в поддержке экспорта. Очень конкретные, интересные доклады. Добавить здесь нечего. Я бы, может быть, пару акцентов хотел бы расставить. Вскользь сегодня упоминали про приоритетный проект по развитию экспорта. Президент Российской Федерации летом 2016 года образовал совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Одним из стратегических приоритетных направлений было международная кооперация и экспорт. Последние несколько месяцев на разных площадках и правительства, и в администрации президентов обсуждался этот проект, проектное предложение. И вот буквально последние несколько недель нам с коллегами совместной, с Минэкономразвития, с Минпромторгом, с РЭЦ удалось нащупать несколько отраслевых таких приоритетов, прорывных задач в части поддержки экспорта. Денис Валентинович о них говорил, там четыре отрасли плюс сельское хозяйство. Вот мне кажется, если бы субъекты Российской Федерации по такому же проектному принципу определили у себя конкретные отрасли, а лучше конкретные предприятия, сконцентрировали максимальные усилия и ресурсы финансовые, кадровые, административные в поддержке этих отраслей или предприятий. Поставили конкретные задачи на год себе вперед, как в проектном предложении, там удвоение экспорта к 2018 году по такой конкретной продукции. Это был бы очень такой правильный подход. И здесь хотелось бы мне еще тоже сказать несколько слов, чтобы мы не стали заложниками ситуации, которая происходила на нескольких наших совещаниях, когда в ходе обсуждения некоторые коллеги говорили так, что у нас есть бюджетное ограничение, у нас столько-то денег, вот сколько нам денег даст бюджет, столько мы поддержим экспорта. Вот здесь, мне кажется, это будет такой инерционный вариант развития экспорта, это не наш вариант. Надо идти не от того доступного количества финансовых ресурсов, которые у нас сейчас мы имеем, и ориентируясь на это ставить задачи по поддержке экспорта, а наоборот, ставить задачи приоритетной поддержки экспорта, сосредоточить все усилия, все ресурсы на этой задаче, и чтобы драйвером было именно увеличение, прорывное увеличение в конкретной отрасли или в конкретном предприятии поддержки экспорта, и не быть заложниками вот этой ситуации с бюджетными ограничениями. Большое спасибо, мне кажется, очень полезная дискуссия. Спасибо. И я еще раз повторю, не стесняйтесь рекламировать то, что вы делаете. Это ровно то, чем мы всегда стесняемся, и ровно то, чего от нас ждут. Рассказывайте о том, чем вы занимаетесь, рассказывайте о том, чем вы хороши. А я, соответственно, воспользуюсь случаем и еще раз прорекламирую российский экспортный центр. Это важная структура, и его тоже нужно рекламировать для всех вас. Спасибо. 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 Спасибо.